Россия придется умолять США включить в новый ДРСМД Украину. Армии и войны. Международное положение 5 марта 1637. Россия придется умолять США включить в новый ДРСМД Украину. Нерешительность Кремля в 2014 году обернулась ракетным шантажом Кева в 2019. Сергей Оксенов. Комментарии в просмотров 7493. Фото. Булдаков Олег. ТАСС. Материал комментируют. Алексей Леонков. Константин Блохин. Ракеты под Харьковом, нацеленные на Москву в недалеком будущем, могут стать реальностью. О том, что Украина должна создать оружие возмездия, заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков. При этом он связал новое оружие с крахом договора РСМД. Указ о приостановлении участия России в соглашении Владимир Путин подписал 4 марта. По словам Старикова, украинские ракеты малой дальности, радиус действия от 500 до 1000 километров, помогут Киеву адекватно отвечать России. Причем, речь идет не только об обороне. Это оружие сдерживания и нападения, пояснил военный. Создать подобные ракеты можно на предприятиях Южмаша, уверен он. Напомним, в советский период там выпускали знаменитую Сатану-ракету СС-18 по натовской классификации. Теперь необходимо принять только военно-политическое решение, какую мы ракету будет строить раз, и какой дальности два, деловито заключил Стариков. Его предложение не первое. Ранее о создании оружия, позволяющего бить вглубь территории России, достать до Москвы предлагали, в частности, замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, военный эксперт Валентин Бодрак и другие бывшие действующие военные. Объяснять подобные заявления лишь публичной риторикой, желанием медийных персон обратить на себя внимание было бы недальновидно. Киевский режим давно выбрал своей генеральной политической линией военно-политическое оппонирование Москве, а значит, все возможные для этого инструменты рано или поздно будут задействованы. Читайте также. Украину лишают и без виза, и кредитов решение Конституционного суда страны шокировало. G7 и Всемирный банк на первый взгляд украинские ракеты под Харьковом, нацеленные на Москву, выглядят нереалистично. Но и Украина когда-то была дружественной Россией, а еще раньше, во времена СССР, даже нашей собственной территорией. Все изменилось. В 2014-м Москва имела шанс нивелировать геополитическую победу Вашингтона 1991 года, но Кремлю не хватило решительности. Впрочем, ракеты под Харьковом могут быть и американские. После разрыва ДРСМД препятствий для размещения их в Европе нет. А Украина теперь и Европа. Единственный надежный способ снять угрозу российским городам добиться нового запрета на их размещение. Подобно тому, как Вашингтон хочет включить в ДРСМД Китай, Москве придется умолять американцев «включить Киев». Кстати, минувшей ночью Газдеп уже предложил России переговоры по новому соглашению. Кажется, Москве придется вести диалог с учетом новых реалий. Пустые вроде бы угрозы отставных украинских военных вдруг оказались фактором самой что ни на есть актуальной международной политики. Таким образом, проблема имеет два уровня – военный и политический. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что российские вооруженные силы вполне готовы противостоять ракетному нападению с территории Украины. Все угрозы, которые возникают в районе наших границ, мы воспринимаем достаточно адекватно. Если подобного рода комплексы с ракетами малой дальности АВТ появятся у Украины и она будет реально ими угрожать России, то понятное дело, мы предпримем все необходимые шаги, чтобы эту угрозу минимизировать. СП, а технически это Украине по силам. Сатану, конечно, делали на Южмаше, но с тех пор сменилось целое поколение. На Антонове тоже самолеты делали. Нужно понимать уровень развития украинского ВПК и ее армии. Их возможности сильно отличаются от возможностей российского ВПК и армии в меньшую сторону. Но какой-то ущерб нанести они могут попытаться. Те мощности советского ВПК, которые остались на Украине, позволяют ей создать некоторое количество подобного рода комплексов с заданными свойствами. Речь не идет о массовом производстве, но для провокаций будет достаточно. Правда, разговоры об этом идут уже пять лет. СП, помимо технической возможности, важна решимость политического руководства Украины к подобным шагам. Не факт, что подобную войнушку с Россией поддержит их собственное население. Сейчас воспринимать Украину так же, как и раньше, мол, это братский народ, мы уже не можем. Нужно отделять народ Украины от политического руководства страны и армии. Там, наверху, давно уже руководят люди, которые сознательно выбрали сторону, которые мы все чаще называем фашистствующей. СП, ну да, с факелами ходят во славу бандеры. Не только. Дело в том, что большую часть комплексов для сухопутных войск, например, противотанковых, всю испытывает далеко не на полигонах, а на живых людях в зоне ДНР и ЛНР. Там гибнут и ополченцы, и мирные люди. Это нужно знать и понимать. Поэтому, если сейчас Киев начнет работать над какими-то новыми комплексами, то их ракеты полетят в первую очередь в сторону тех же жителей Донбасса, которые с точки зрения Киева остаются гражданами Украины. Причем, они отрабатывают это не только по личной инициативе, но и с молчаливого согласия кураторов проекта под названием «Украина». Соединенные Штаты пытаются создать по периметру наших границ очаги напряжения, чтобы мы распыляли силы, несли незапланированные расходы, что должно нас привести к тому же сценарию, что и в СССР в свое время, который ковал множество мечей и раздавал их бесплатно направо и налево. СП. Складывается впечатление, что Киев хотя и опирается на поддержку США в некоторых своих инициативах еще более безбашенный, чем Вашингтон. Последнее заявление украинского военного выглядит как слова в поддержку избирательной кампании президента Порошенко, которого обстоятельства сейчас загнали в угол. Это видно по его реакции. Эти обстоятельства толкают его на вполне определенную дорогу, чтобы он начал какие-либо военные акции в отношении либо Луганска и Донецка, либо России. Раньше он ограничивался только сотрясанием воздуха, а теперь от него хотят получить конкретные результаты. За все более воинственной риторикой могут скрываться вполне конкретные планы подготовки тех или иных провокаций. При этом керченскую провокацию его кураторы не поддержали. Об этом известно. Порошенко нужно поддержать партию войны, на которую он сможет опереться. Так что все серьезно, но и у нас ответ тоже найдется. СП. Что Россия может противопоставить потенциальным ракетным атакам? Руководство наших вооруженных сил видит угрозы. Не зря войска Южного военного округа одними из первых получили современные высокоточные комплексы вооружений. Прежде всего ПВО, а также разведки. Командование, офицеры округа прошли через Сирию, где получили реальный боевой опыт ведения боевых действий. Понятно, что и учения, которые там проходят, проводятся по определенным сценариям. Также не стоит забывать, что гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кинжал» на боевое дежурство заступили как раз в Южном военном округе. То есть это направление мы оцениваем как наиболее провокационно опасное. Ясно, что с территории Украины могут попытаться разжечь пожар. Но войска у нас готовы. Момент запуска ракет в сторону российских городов будет зафиксирован, и, конечно, расценен как агрессия. А дальше мы будем действовать в соответствии с нашей военной доктриной. СП. То есть у нас достаточно взвешенная военная доктрина, основанная на оборонной достаточности. Это принцип. Мы четко оцениваем угрозы у границ, передислоцируем силы и средства и локализуем очаги напряжения, чтобы они не разгорались до полномасштабных локальных и глобальных конфликтов. О том, сможет ли Россия защитить себя от ракетного нападения Украины с помощью дипломатических усилий рассказал политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности Иран Константин Блохин. Думаю, что подключить к новому договору ОРСМД Украину не получится. Более того, не получится подключить и Китай, чего хотят США. Дело в том, что Пекин тогда потребует добавить Индию, Индия-Пакистан и Т.Д. Понятно ведь, что такого рода ракеты есть и у Саудовской Аравии, и у Израиля, и у союзников США по НАТО. Получится эффект домина. Раз не вышло договориться на двустороннем уровне, то в многостороннем формате не получится тем более. С.П. Если не будет нового договора РСМД, включающего другие страны, американцы смогут разместить свои ракеты на Украине или закрыть глаза на то, что Киев на Южмаше создаст собственное и, как обещает, нацелит их на Москву. На Украине есть риск потери контроля. Если такое случится, то это будет за пределами ныне существующей красной линии и Москва сразу начнет действовать. Мне кажется, на такое американцы не отважатся. ВМФ России ставит океан на прослушку. Система гармонии излечит тугоухость российской противолодочной обороны. Запад не пойдет на то, чтобы из-за неопределенности, царящей на этой территории, провоцировать риск полноценной войны с Россией. Ведь ДРСМД это скорее рычаг информационно-психологического давления на Москву, усиление переговорной позиции, стремление навязать нам гонку вооружений, но не более того. США к агрессии ни с Ираном, ни с КНДР, ни тем более с Россией не готовы. СП, то есть, если дело дойдет до размещения американских ракет, то это случится не так близко к нашим границам. Есть шанс уцелеть. Вообще, вероятным представляются два сценария. Первые американские ракеты будут размещены в Европе, Румыния, Польше, Прибалтика, и в Азии, Тайвань, Гуам, Южная Корея, Япония. Второй только Азия. Первый вариант консолидирует Россию и Китай. Если реализуется второй сценарий, то это будет попытка вбить клин между Москвой и Пекином. Напомню, Путин сказал, что мы выходим из ДРСМД, но готовы к переговорному процессу. Это означает, что первыми мы размещать ракеты не будем. Но если они появятся, то ответим. Этим мы создаем почву, чтобы Европа давила на США. Новость Украины. У Украины нет денег на транспортировку старых американских кораблей и военные технологии. Воздушный бой в Кашмире. Тайные слабости. Ф. 16 становятся явными.